Уважаемые телезрители, тема нашей сегодняшней передачи глободневная и актуальна, как никогда, для большинства россиян. Что творится с валютным курсом? Искусственный он или реальный? Россияне после начала специальной военной операции на территории Украины столкнулись с тем, что курсы валют начали жить слишком активной и бурной жизнью. Доходило до того, что доллар с каких-то 80-70 рублей за единицу вырастал до 120 рублей в обменных пунктах, и при этом его невозможно было купить. Долларом сегодня происходит обратная ситуация с 120 рублей. Сейчас мы видим официальные курсы Центробанка ниже 60 рублей за доллар. Чтобы разобраться в этой ситуации, мы пригласили в нашу студию уважаемого и авторитетного собеседника. Это Кох Игорь Анатольевич, профессор, доктор экономических наук, институт экономики и управления Казанского федерального университета. Здравствуйте, Игорь Анатольевич. Здравствуйте. Игорь Анатольевич, что творится с курсом? Скажите честно, настоящий он или искусственный? Потому что большинство моих товарищей, собеседников, знакомых считает, что это искусственный курс, который нам Центробанк сейчас говорит, что ниже 60 рублей за доллар. Ну, начнем по порядку. Во-первых, если уж вопрос ставится так, искусственный или нет, курс доллара, который мы сейчас видим на московской бирже, который на основании торгов на московской бирже фиксирует и объявляет Центробанк, конечно, является искусственным. Не в том смысле искусственный, что его кто-то назначил, не опираясь на факты. Нет, это курс, который действительно складывается по результатам торгов. Это действительно курс, по которому продают и покупают иностранную валюту на бирже. И чтобы подтвердить этот факт, далеко ходить не нужно. Можно посмотреть те котировки рубля к доллару или к евро, которые складываются на международном валютном рынке, на Форексе. Там, где нет нашего Центрального банка, там, где нет валютных ограничений, там, где нет никаких искусственных влияний со стороны российского правительства, там курс отличается от того курса, который складывается на московской бирже, ну, максимум на рубль или полтора. Причем, как в ту, так и в другую сторону бывает. Поэтому технически это курс, действительно складывающийся на рынке. Это рыночный курс. Но, почему мы говорим о том, что он искусственный? Дело в том, что российское правительство и Центральный банк после начала специальной военной операции, в конце февраля, в начале марта, ввели множество ограничений на использование и приобретение иностранной валюты на территории страны, на вывоз валюты из страны, которые резко изменили баланс спроса и предложения на внутреннем валютном рынке. Естественно, в пользу предложения. Какие это ограничения? Во-первых, что было сделано? Была резко повышена ключевая ставка Центрального банка с существовавших до операции менее чем 10% до 20% годовых. Это означает, что рублевая масса, рубли, стали для участников рынка, в том числе для валютных спекулянтов, слишком дорогими для того, чтобы их использовать для валютных спекуляций. Но нет, конечно, самое главное. Во-вторых, был фактически ограничен вывоз капитала из страны. Иностранные владельцы финансовых активов, российских акций, облигаций, а их очень много и суммы там большие, по сути, были ограничены в возможности продавать российские активы и вывозить валюту, капитал из страны. То есть, давайте я поясню. Огромное количество иностранных банков, инвестиционных компаний, инвестиционных фондов и прочих крупных инвесторов являлись владельцами пакетов акций российских компаний, владельцами облигаций российского правительства и российских компаний. Обычно, в случае любой кризисной или непонятной, или опасной ситуации, они моментально начинали все это продавать. Продается, естественно, все это за рубли. Дальше рубли они меняли на доллары и евро. Ну и, соответственно, забирали эти доллары и евро, выводили их из страны в другие страны, где они работают. Вот этот процесс был пресечен в корне. Во-первых, практически месяц торгов на московской бирже не было вообще. То есть, никто вообще ничего продать не мог. А когда торги возобновились, для иностранных инвесторов были установлены соответствующие ограничения, которые препятствовали выводу капитала из страны. А этот фактор во всех предыдущих кризисах играл одну из ключевых ролей в ослаблении курса рубля. А потому что это массовый обмен рублей на иностранную валюту. Понятно, произошла критическая ситуация, началось бегство капитала. Это частенько называют словом бегство капитала. Да. Причем паническое. Да, паническое бегство капитала, что, естественно, обрушивает валютный рынок. Значит, вот это было пресечено сразу. Были еще и ограничения на хождение наличной валюты для нас, для обычных граждан-обывателей. Да, я их тоже сейчас упомяну. Значит, следующее важнейшее ограничение, которое было введено, это ограничения, связанные с продажей экспортной выручки. Дело в том, что до начала этого года экспортеры не имели обязательств по обязательной продаже валютной выручки. То есть они продавали столько валюты, сколько считали необходимым, сколько им было нужно для того, чтобы платить зарплату, налоги, оплачивать приобретаемые внутри страны товары и услуги. Остальную валюту они могли менять на рубли, могли не менять на рубли, по своему желанию. Сейчас, вот до буквально сегодняшнего дня, все экспортеры были обязаны продавать 80% своей валютной выручки на московской бирже, то есть на внутреннем валютном рынке. То есть фактически формировать дополнительное предложение валюты. Сейчас, вот буквально вчера, этот норматив был снижен до 50%. А это все равно много? Ну, я думаю, это немного, потому что 50% валютной выручки экспортеры все равно обычно продавали. Им же все равно надо расходы нести в рублях. Поэтому я думаю, что 50% норматив это примерно то, что и было бы, если бы никаких ограничений не было. Дальше. Еще одним абсолютно кризисным фактором на валютном рынке является скупка, массовая паническая скупка иностранной валюты физическими лицами. И гражданами России в целях защиты своих сбережений, и иностранными гражданами в целях вывода средств за границу. А на территории России находятся миллионы иностранных граждан, и, естественно, они свои средства за границу не в рублях отправляют. Так вот, в этот раз правительство и Центральный банк ограничили возможность для физических лиц приобретать наличную валюту, а также снимать наличную валюту со своих банковских счетов. Есть ограничения, но в полной мере граждане не могут воспользоваться своими валютными счетами. Это тоже снизило спрос на иностранную валюту, который мог бы возникнуть. Ну и, наконец, еще один мощнейший фактор связан с тем, что в рамках очередных пакетов антироссийских санкций огромное количество товаров перестало поставляться в Россию, а это значит, что упал спрос на валюту со стороны импортеров, со стороны компаний, которые эти товары приобретали. Таким образом, было сделано все, что возможно, и даже, наверное, более того, для того, чтобы обеспечить массовый приток валюты на валютный рынок, внутренний валютный рынок, и при этом сокращение спроса на иностранную валюту. Естественно, что произошел перекус, произошла такая нестыковка между объемом предложения и объемом спроса. А в этой ситуации, естественно, если предложение превышает спрос, если желающих продать больше, чем желающих купить, цена на любой товар, в том числе и на валюту, снижается, что мы и наблюдаем. Но позвольте, Игорь Анатольевич, вот у меня есть знакомые, друзья, хотят купить валюту и жалуются, что бродят по банкам и не могут ее купить. То есть, я под валютой подразумеваю доллар, евро. Вот. И вы говорите, что предложение огромное, что вот эти все ограничения привели к тому, что у нас сейчас большое предложение валюты в стране. Но почему ее нет в обменных пунктах? Ну, во-первых, ограничения пока никто не отменял. Ну, почему это не снимают, если валюты много? Тут дело еще вот в каком нюансе. Люди хотят приобрести наличную валюту. А вот с наличной валютой как раз дело хуже, потому что если безналичные средства в страну поступают в достаточных объемах, то наличная валюта на данный момент и евро, и доллары, они запрещены к ввозу на территорию России, не с нашей стороны запрещены, а со стороны соответственно европейских и американских властей, и наличных как раз долларов и евро в России конечно достаточно, но тем не менее повышенный спрос удовлетворить в наличной валюте проблематично, поэтому это ограничение пока не снято. То есть сейчас центральный банк разрешает коммерческим банкам продавать гражданам доллары и евро, которые были куплены банками у граждан, если не ошибаюсь, после 9 апреля. То есть банк может приобрести валюту у гражданина и тут же выставить ее на продажу, но не более того. хотя на самом деле до настоящего времени граждане покупали в банках валюты намного больше, продавали. И по немножко другому курсу, по высокому. Ну не то, чтобы вопрос даже не в курсе, вопрос в самом балансе. до настоящего времени граждане покупали в банках намного больше наличной иностранной валюты, продавали банкам. Почему? Да просто потому, что значительная часть наличной иностранной валюты, покупаемая в российских банках, гражданами вывозилась за территорию страны. Ну граждане для этого и покупали. То есть было бегство одно время людей, которые сначала специально военной операции опасались, что-то не поняли. Нет, нет, я не говорю даже не о начале военной операции, а в 21 году, в 20 19 15 это всегда было. Люди покупают валюту в банке наличную не только для того, чтобы хранить ее дома, а покупают для того, чтобы ехать за границу и там ее тратить. Покупают люди, которые здесь работают, трудовые мигранты, которые тоже везут эту валюту за границу. Поэтому российские банки в течение всего времени существования свободного валютного рынка ввозили наличную иностранную валюту из-за границы, продавали ее нашим гражданам, а граждане эту валюту снова вывозили за границу. Это нормальная ситуация. Сейчас, когда приток наличных долларов и евро в Россию был заблокирован, получается, у банков недостаточно наличной валюты для того, чтобы обеспечивать обычный режим функционирования. Поэтому для того, чтобы избежать межбанковской спекуляции наличной валютой, центральный банк просто ограничил возможность использования наличной валюты банками для продажи гражданам. И, к сожалению, эта ситуация сейчас пока разрешения не имеет. Уважаемые граждане, я хочу напомнить, что раньше вот Игорь Анатольевич правильно совершенно заметил, раньше валюта вводилась наличная страну так. Какой-то банк, крупный российский банк заказывал наличную валюту в США в американском банке с курсчета американцы со своего курсчета списывались доллары, переводились в наличные и самолетом доставлялись в город Герой Москва, где их эти наличные доллары тот же самый банк разгружал самолеты и потом уже развозил по стране, по своим отделениям, по городам и весям. Но с момента из местных событий после 24 февраля прекращена именно вот та самая наличная доставка долларов в этих вожделенных самолетах и сейчас банки исходят из того количества налички, которое есть в самой стране. А ее не так уж и много и желающих желающих например те же самые люди, которые купили на волне паники доллар за 120, они не горят желанием продавать его по более низким курсам. И у нас сейчас Игорь Анатольевич сложилась достаточно странная ситуация, люди считают это искусственным, но поскольку не могут купить, они злятся и говорят, что все эти ваши доллары, которые мы видим в официальных сообщениях Центрального банка, они не настоящие, это все мираж, хотя вы говорите, что Форекс действует по близким курсам и можно купить и продать. Есть ли еще какие-то механизмы нашим гражданам, чтобы купить в условиях таких ограничений? Ну вот приспичило мне, ну вот я хочу. Значит, ну, во-первых, граждан никто не ограничивает в приобретении без наличного доллара или евро. Любой гражданин может купить доллары на бирже, по тому курсу, который есть на бирже. В самом начале Центральный банк установил огромную комиссию за подобные операции, 30%, 12% сделали. Сейчас эта комиссия отменена, любой может купить безналичные доллары евро по биржевому курсу. Другое дело, что обналичить их, то есть превратить именно в купюры, будет невозможно на данный момент. То есть их можно зачислить на свой банковский счет, валютный, но получить с этого счета можно будет только рублями. хорошо, Игорь Анатольевич, а вот мне надо поехать, я, допустим, хочу отдохнуть в Турции, я, да, купил безналичным способом, купил по низкому курсу, купил эти самые доллары или евро, я могу ими воспользоваться в Турции. Значит, тут есть несколько возможных соображений на этот счет. во-первых, конкретно применительно к Турции, с Турцией есть договоренность о возможности использования банковских карт МИР. Не везде они там еще принимаются, но во многих местах их принимают. фактически вы можете обычную карту МИР, которая используется внутри России, с ней ехать и там расплачиваться. Для этого не нужно специально покупать доллары или евро, обменивать их друг на друга. Можно просто расплачиваться обычной картой. Но ведь проблема в том, что я не уверен, заходя в любое турецкое кафе или магазин, я не знаю, примут ее или нет. 100% гарантии нет. Во-вторых, можно попытаться все-таки приобрести наличные доллары или евро в банках, потому что они на продажу выставляются. Иногда. Иногда, да. Ну, по мере того, как кто-то из граждан продает эти доллары или евро. Кроме того, сейчас разрешено приобретать иные иностранные валюты, кроме долларов и евро. И в банках иногда появляется подобная валюта, британские фунты, китайские юанни, которые тоже можно использовать при поездках за границу. То есть, я, как обычный гражданин, если в банке есть этот английский фунт, я пришел, я купил наличный фунт, положил его в карман, пересек границу, достал его за границу и обменял на местную валюту или на все, что хотите. То есть, в отношении остальных видов валют, кроме долларов и евро, ограничений нет по продаже наличных гражданам, но, к сожалению, эти валюты не слишком широко представлены в российских банках, их не так много на территории России. К сожалению, пока ситуация вот такая. То есть, пока легально, официально приобрести наличную валюту крайне сложно. Безусловно, есть примеры продажи такой серой, полулегальной. То есть, условно говоря, можно приобрести иностранную валюту с рук у своих знакомых, соседей, кто хочет ее продать. Но там вопрос уже будет в том, каков курс будет такой продаж, потому что он может очень сильно отличаться от курса официального. Ну, естественно, если это человек не близкий вам, не знакомый, то можно ожидать и мошенничества, и могут подсунуть и фальшивые купюры. Говоря о том, что, да, могут и ограбить просто. В общем-то, как и любая серая нелегальная сделка, она сопряжена с определенными сложностями. Поэтому, к сожалению, простого, очевидного, легкого выхода из этой ситуации для физических лиц на данный момент нет. То есть, Игорь Анатольевич, сначала привели пример Турции. Да. Турция еще худо-бедно, но карточкой Мир можно расплатиться. Но вот давайте возьмем другую страну. Я купил безналичные доллары, поехал в эту страну и не могу своим безналичным счетом воспользоваться. Вы не сможете воспользоваться, к сожалению, картами Мир, потому что в большинстве стран их не принимают. А карты Виза и Мастеркард российских банков заблокированы в связи с санкциями. То есть, доступа я к твоему счету иметь не буду? По сути, нет. По сути, нет. К сожалению, те карты Виза и Мастеркард, которые выпускались и выпускаются на территории Российской Федерации, они работают здесь, в России. То есть, здесь их функционал не ограничен внутри страны переводы, осуществляется нормально. А вот переводы, связанные с трансграничными операциями, закрыты в связи с решениями соответствующих стран. Это не решение российское или правительство или Центрального банка. Нет, это решение тех стран, которые контролируют системы визы и мастеркард. Игорь Анатольевич, ну вот голь на выдумку хитра, и есть такое обходное явление, как криптовалюты. То есть, я, допустим, да, купил крипту и совершенно спокойно ее перегнал, куда мне надо, расплатился или потом совершенно пересек границу и совершенно спокойно ее снял, вывел и так далее, и тому подобное. И сейчас слышны какие-то разговоры о том, что блокируют, кто-то блокирует криптовалюту, во-вторых, их много очень, там с курсами вообще непонятно, что происходит. Вот я имею в виду альткоины, то есть не биток, не биткоин, который эталон, а уже альтернативный, который около тысячи валют, криптовалют. Вот имеет ли смысл пользоваться криптовалютой для обхода этих ограничений? Значит, криптовалюта, ну, вообще, по моему глубокому убеждению, я не являюсь фанатом и сторонником криптовалют, я считаю, что это явление крайне, да, это хайп в какой-то степени, явление не слишком полезное для экономики, для финансового рынка вообще, но чисто теоретически криптовалюта может использоваться для обхода санкций, связанных с межбанковскими операциями, переводами. Но нужно понимать, что обход санкций с использованием криптовалюты возможен только в той части, которая касается межбанковских переводов. То есть, если вы хотите за что-то заплатить, получатель платежа согласен получить оплату в криптовалюте, это тоже ведь не каждый получатель платежа на это согласится. Далеко не все компании, поставщики готовы принимать в оплату криптовалюту, да и во многих странах это запрещено, кстати говоря, и в России тоже. Я имею в виду продавать что-либо за криптовалюту. тем не менее, если вы нашли такого поставщика, который согласен принять криптовалюту в оплату, то да, вы можете приобрести криптовалюту, оплатить поставки этой криптовалютой, здесь никаких проблем особых не возникает. И ограничения Центробанка не действуют? Нет, потому что криптовалюта это как раз инструмент, который обладает высокой степенью анонимности, и по сути ваш кошелек никто не контролирует. Кому вы там что переводите, это ваше личное дело. Но криптовалюта не поможет вам, ну или по крайней мере далеко не всегда поможет вам, если вам нужно вывести валюту, обычную валюту из страны. Почему? Да, вы можете приобрести криптовалюту, кстати, для этого не обязательно приобретать безналичные доллары или евро, можно их за рубли купить, вы можете зачислить эту криптовалюту на свой кошелек, выехать за границу, доступ к кошельку у вас все равно будет, везде, где есть интернет. Вопрос, а как вы с этого кошелька выведите деньги, обменяв их на доллары или евро, а как вы их, доллары и евро должны поступить на ваш счет? Но, позвольте, есть целая сеть обменников, той же самой крипты, в развитых странах, обменник найти можно. Так, да. То есть, если воспользоваться услугами обменника, который вам поможет обменять крипту на именно наличные, тогда да. Тогда да. Но, надо понимать, что эта деятельность тоже, в общем, находится где-то в серой зоне. Нормальным, естественным образом вывести валюту с криптокошелька, обменяв криптовалюту на обычную валюту, вы можете только на свой банковский счет. Но вы его, опять же, этот счет-то где у вас, в российском банке, получится то же самое. Со счета в российском банке вы его вытащить не сможете. Или вы вынуждены будете открывать счет в иностранном банке, что тоже далеко не всегда возможно. И не всегда это вам сделают. Не во всех странах и не во всех банках. Ну, если только вы выйдете за границу, откроете счет в банке за границей, и, соответственно, будете обменивать криптовалюту на доллары, евро, и выводить на этот счет в иностранном банке, да, но это, как вы понимаете, масса сложностей, это дорого. Да, конечно, если речь идет о том, что вам нужно вывести миллион долларов, то можно попытаться и таким образом. возможно, 100 тысяч долларов оставить на разного рода комиссии, разницы и прочее. Но, да, я вас, наверное, все-таки еще дополню. Я неоднократно читал о том, что вот ведущие криптобиржи, они стали душить счета россиян и блокировать. То есть, по сути, можно еще и вляпаться в ситуацию, когда перевел в крипту и вывести назад невозможно. Тут уже вообще даже непонятен ни правовой механизм этого, то есть никакое-то решение. Просто тупо взяли и заморозили. Другими словами украли. Да, мы уже сталкиваемся с такой ситуацией, когда одна из крупнейших криптобирж просто объявила о том, что вводит свои персональные санкции против россиян и, соответственно, блокирует все счета, которые открыты российскими гражданами, с помощью которых эти граждане совершали операции на данной криптобирже. Соответственно, криптовалюта есть, а продать ее не получается или вывести полученные деньги не получается. Более того, даже непонятно, что для этого надо сделать россиянину, чтобы ее разморозить. А ничего, сказано же заблокировано, значит, заблокировано. До тех пор, пока сама эта биржа не отменит свое решение, ничего с этим сделать нельзя. И в суд не подашь? Нет, потому что криптовалюта в общем-то находится не то, чтобы совсем за гранью правового поля, но где-то на краю. По крайней мере, в российский суд точно не подашь, потому что российские суды не будут защищать владельцев криптовалюты, а в зарубежном суде тем более делать нечего. Поэтому криптовалюта это довольно сомнительный способ, теоретически работающий, практически там могут быть очень разные ситуации, совершенно непредсказуемые. Хорошо, Игорь Анатольевич, я как пытливый пионер, пытаюсь какой-то для себя сконструировать в разговоре с вами механизм, как обойти объятия нашего родного государства, и я обращаюсь к такой теме, как золото. Да, вот взять, купить золотишко, аккуратно его вывести, потом там его продать. Как вы смотрите на это? Ну, что ж, это возможно, почему нет? Другое дело, что потери на купле-продаже будут колоссальные. Даже если вы купите мерный слиток золота или золотую монету в банке в нашем и на следующий день придете в этот же банк ему же назад продавать, вы уже потеряете процентов 20-25, даже никуда это не перевозя. Если вы попытаетесь продавать слиток или монету на Стамбульском базаре, ну, на базаре-то совсем крайний случай, но даже вполне официально сдать в скупку или в ломбард золото за границей, ну, вы потеряете 50% той стоимости, по которой вы ее купили здесь. Да, почему нет? Это возможно. По большому счету подобные меры применялись еще в советские времена туристами и командировочными, у которых была очень ограниченная возможность обменять валюту при выезде из страны, они везли с собой товары, которые можно было продать. Иконы? Иконы бы их и не выпустили, везли с собой водку, икру, шапки, бинокли, фотоаппараты, то есть ту советскую продукцию, которая пользовалась спросом за границей. В принципе, золото здесь тоже может играть вот такую функцию транспортера стоимости из России за границу, но еще раз говорю, потери здесь будут несопоставимыми с любыми комиссиями и платами за банковские или финансовые операции, то есть там потери будут измеряться десятками процентов от суммы. К сожалению, для рядового человека, который собрался в отпуск за границу, это неприемлемый все равно вариант. Игорь Анатольевич, вот я хочу обратиться к опыту Ирана. Иран 40 лет жил под жестокими санкциями. За 40 лет они научились выживать, у них сложилась своя культура внутренняя по валютным операциям, по обмену, очень такой богатый опыт, и я думаю, что, наверное, мы тоже скоро у них начнем учиться, потому что санкции, наложенные на Российскую Федерацию, они даже несколько раз превосходят количество санкций, наложенных на Иран, то есть у нас самые жестокие санкции за все условия, за все времена существования этого вида давления, и вот Иран все-таки выжил, живет, развивается, худо-бедно, вот, мы сейчас, правда, слышим, что там сейчас магазины громят, но до 40 лет у них всякое бывало, и хорошо было, и плохо, но тем не менее, там какая-то жизнь есть на валютном рынке, и я обратил внимание, что там, когда материалы по Ирану читал, там сложилась очень интересная система, она существует во всем мусульманском, да и не только в мусульманском виде, это такая система неофициальных переводов, это ее называют хавала или хавала, я уж, извините, если не такое ударение поставил, заключается она вот в чем, есть диаспоры, вот иранская диаспора, она по миру распространена, есть доверительные отношения между участниками этой диаспоры, есть доверительные отношения между не только иранской диаспорой, но и другими торговцами из арабского мира, там, есть и не только арабский мир, даже есть и обычные бюргеры, которые участвуют в этой системе, неофициальные, в чем она заключается, я хочу поехать там в какую-то страну, есть на Иране санкции, я иранец, я подхожу, допустим, к человеку, который стоит у обменника, у них очень много обменников, они все, как правило, половина из них неофициальные, полулегальные, но там серый рынок очень достаточно по обмену валют, суть не в этом, я подхожу и говорю, вот я хочу поехать, допустим, из Ирана, я хочу поехать в какую-нибудь там страну, например, в Швейцарию, и там в Швейцарии мне нужно столько-то долларов, или евро, или швейцарский франк, мне говорят, никаких проблем, тут же и происходит обмен моих этих иранских реалов, там, по-моему, единицы, реал отдаю, этот курс есть, я понимаю, сколько этой валюты мне выдадут в этой Швейцарии, лечу в Швейцарию, и в Швейцарии там эти все деньги уже обратившись к подобному человеку, я получаю, деньги физические границы не пересекают в таких ситуациях, то есть человек этот выдает в Швейцарии своих запасов, а человек в Иране пополняет свои запасы, так они обходят эти вот санкции, запрет на перемещение денег, даже в физическом виде, и так же они рассчитываются и за товарами, у них эта сеть очень сложилась, и у нас тоже наверняка, наверное, можно в каких-то там мусульманских диаспоров тоже использовать этот механизм, не только мусульманский диаспорт. Как вы относитесь к этой системе неофициально? Получит ли она у нас жизнь? Ну, во-первых, давайте начнем с того, что эта система, она придумана не иранцами, а, в общем-то, это... В год веков уходит. Это возврат к архаичной системе международных расчетов, которая сложилась еще в Средневековье, как раз в Европе, и с этого начинались... Рыцарей, тамплиеры. С этого начинались современные банки. То есть, собственно, мы до сих пор называем межбанковские счета корреспондентскими счетами, потому что, действительно, эти счета вышли из отношений между банкирами, которые писали друг друга письма, они были корреспондентами друг друга, и торговец, купец, который ехал, не знаю, из Франкфурта в Толедо, отдавал деньги во Франкфурте своему банкиру, тот писал письмо своему партнеру в Толедо или еще где-то, о том, что подателю данного письма такому-то, такому-то, нужно выдать столько-то денег. Тот спокойно путешествовал по Европе, не имея при себе ни копейки, но имея вот такое письмо, корреспонденцию от одного банкира к другому. То есть, в общем-то, эта система хорошо знакома и известна, и современные банки, в общем-то, тоже пользуются аналогичной системой. То есть, система там, Свифт или система передачи финансовых сообщений с ПФС, российский аналог Свифт, в общем-то, работает так же. То есть, банк принимает от плательщика деньги и передает электронным способом сообщение другому банку о том, что вот насчет такого-то клиента нужно зачислить такую-то сумму, выдать. Так что, здесь нет ничего сверхъестественного, кроме того, что эта система, иранская система, ну и не только иранская, а вообще принятая в мусульманском мире, она неофициально оформлена, она не имеет официальных переводов, официальной, да, вот этой банковской структуры, не имеет лицензии, не имеет счетов, отчетности, налогов и так далее. В общем-то, работает она так же, как и любая другая система. безналичных переводов. Чисто теоретически такая система может быть создана, но, как вы понимаете, эта система очень уязвима к недобросовестному поведению узлов этой системы, людей, которые ее обеспечивают. Создать эту систему с нуля практически нереально, она складывалась десятилетиями и столетиями на очень строгом взаимном доверии и взаимной неофициальной ответственности всех членов системы друг перед другом. Тем не менее, какие-то элементы, наверное, можно использовать. Но в ограниченном масштабе. В ограниченном масштабе. Почему в ограниченном? Дело в том, что эта система хорошо работает тогда, когда финансовые потоки, проходящие через нее, сбалансированы. То есть, условно, из Ирана в Швейцарию переводится столько же денег, сколько из Швейцарии в Иран. Если поток будет по какому-то направлению односторонним, все будут переводить деньги из Ирана в Швейцарию, то швейцарский корреспондент этой системы исчерпает свои источники, свои запасы и придется физически перемещать что-то, какую-то ценность из Ирана в Швейцарию. То есть, вот эта кажущаяся легкость перевода, она существует до тех пор, пока переводы взаимны. Если они не взаимны, если они в пользу одной из точек корреспонденции, то все равно как-то разницу надо компенсировать чем-то. Товарами или золотом или какой-то иной валютой третьей страны. То есть, система все равно нуждается в каких-то балансирующих механизмов, которые тоже надо разрабатывать и которые тоже имеют свои уязвимости. Поэтому не знаю, насколько это реально. Массового применения не будет? Массового применения, конечно, не будет. Массового применения, конечно, не будет. Потому что, если эту систему делать официальной, структурированной, узаконенной, она попадает под те же санкции, что и банки. если ее делать неофициальной, не структурированной, не узаконенной, то возникают очень большие проблемы с взаиморасчетами и с взаимным доверием всех участников системы друг к другу. Но, тем не менее, вы правильно сказали, что история банковского дела начиналась с этого. архаика, это те же самые голландские купцы, венецианские купцы, все это использовали в своих расчетах и, в общем-то, процветали. и были лидерами даже по международной торговле. Да, первые современные банки, современного типа, они созданы были в Италии, тогдашние, средневековые, сейчас, конечно, точно не скажу, и никто, наверное, не скажет, 13-14 век, да, первые банкиры, это были менялы, как раз, которые занимались обменом валюты, плюс международными расчетами, что, в общем, тесно взаимосвязаны друг с другом. Возникает вопрос, что будет дальше, Игорь Анатольевич, скажите, пожалуйста. Ну, если говорить о перспективе ближайших недель, что будет через неделю, через две, через три, то на валютном рынке будет продолжаться примерно то же, что продолжается сейчас, на рынок давит избыточное валютное предложение, избыточная валютная масса, и Центральный банк будет стараться каким-то образом ослабить это давление для того, чтобы не допустить укрепления, чрезмерного укрепления рубля. мы с вами видим, что каждые два-три дня Центральный банк вводит очередные послабления, то есть увеличивает размеры международных переводов, разрешенных физическим лицам, разрешает продажу большего объема валюты, свободной, снижает ключевую ставку, последнее снизил процент обязательной продажи валютной выручки и так далее. Все это делается для того, чтобы не допустить укрепления рубля еще дальше. Потому что люди спрашивают, ну как так сейчас ниже 60 курсов и каждый день все ниже и ниже, а бюджет сверстан на этот год из расчета 72 рубля за 2 рубля. Поэтому такой высокий курс рубля не выгоден экспортерам, не выгоден бюджету и все эксперты в общем-то сходятся во мнении, что 60 рублей это критическая цифра, ниже которой центральный банк постарается не допустить укрепления рубля. Уже есть сообщения, правда, не официальные, неподтверждаемые о том, что центральный банк начал скупать ну не непосредственно, а через третьи руки начал скупать иностранную валюту просто для того, чтобы не дать дальнейшего укрепления рублю. Скорее всего вот эту борьбу вокруг 60 рублей мы будем видеть постепенное снятие ограничений для того, чтобы удержать планку на хотя бы на 60 рублях. Я слышал прогнозы экономистов, что к осени и даже к концу года все это там возврат на те позиции, из которых верстался бюджет наш российский. 72,75. Это будет зависеть от очень многих обстоятельств. Загадывать на осень я бы наверное вообще не стал. Дело в том, что фактически все, что происходит на валютном рынке, это следствие жесточайших взаимных санкций и ограничений, которые введены. Судьба российского валютного рынка будет зависеть от судьбы этих санкций и ограничений, а они в свою очередь зависят от того, что будет происходить на Украине. Но санкции это не снимут. Вот Медведев выступает, говорит, санкции это на десятилетие. Санкции не снимут. Вопрос полностью их никто снимать не будет. Давайте, когда говорят о снятии санкций, я всегда вспоминаю поправку Джексона Веника. О, хороший пример. Да, это прекрасный пример. Человек, который знает историю поправки Джексона Веника, он все понимает про американские санкции. Для зрителей напоминаю, что поправка Джексона Веника это закон американский, который запрещал экспорт в СССР высокотехнологичной продукции, оборудование, вычислительные техники, технологии и так далее. Официальным поводом для введения этой санкции было то, что Советский Союз ограничивал репатриацию евреев в Израиль. Эта поправка была введена в 1974 году. Отменили эту поправку, заменив ее другой, правда, если не ошибаюсь, в 2012 или 2013 году, на тот момент, когда поправку Джексона Веника отменили, Советского Союза не существовало, против которого были введены санкции, а репатриацию евреев в Израиль никто не ограничивал уже лет 15. Мало того, у России с Израилем был безвизовый режим, и можно было мотаться туда-сюда сколько угодно, иметь двойное гражданство и жить на две страны. Отсюда вывод. Американские санкции никак не связаны с теми поводами, по которым они вводятся. Они живут своей жизнью. Они просто связаны с тем, что они хотят этим затормозить развитие той или иной страны, в данном случае России. Неважно, по какому поводу они введены. Поэтому исчерпание повода, который послужил для ввода санкций, абсолютно не означает, что санкции будут сняты. Будет придуман другой повод, будут придуманы другие санкции. Вот та же поправка Жестна Бенника, она же неоднократная, я помню, история была, она лет пять, ее или шесть снимали, то есть ее пытались протащить через Конгресс, через Павел, через все эти юридические структуры, и получалось, что давайте на следующий год ее снимем, а давайте на следующий перенесем. Она вот так блуждала по кабинетам, СССР умер, 15 лет уже с Израилем, мир, дружба, жвачка была, и все равно она блуждала в кабинетах, бюрократия. Потому что все понимали, что эта поправка не имеет отношения ни к евреям, ни к Израилю, она имеет отношение к СССР и России. Просто хотелось не дать возможности СССР, в дальнейшем России, использовать наиболее высокотехнологичное оборудование и технологии, вычислительные системы, и, соответственно, поднимать свою промышленность. Также и сейчас значительная часть санкций будет сохраняться длительное время, длительное время, но отдельные ограничения, которые действительно создают проблемы не только нам, но и нашим так называемым партнерам, они будут пытаться отменять. То есть, вы имеете в виду торговые ограничения? Торговые ограничения, а, соответственно, наши встречные ограничения будут отменяться тоже на условиях взаимных договоренностей каких-то. То есть, мы отменяем что-то, что сильно вредит им. Вот, например, экспортудобрения. От них зависят они очень здорово. Вы обратите внимание, буквально на днях было заявлено официально, на официальном уровне, когда в очередной раз обратились к России с призывом снять блокировку экспорта зерна и из России, и из Украины, кстати, сейчас. Было заявлено прямым текстом. А вы не пробовали санкции снимать? Да? Может, тогда и разблокируется все? Да? Может быть, вы снимете санкции на заход иностранных кораблей в наши порты и наших кораблей в ваши порты? А может быть, вы снимете санкции на межбанковские расчеты? А может, тогда все это заработает? Поэтому какая-то часть ныне действующих санкций и ограничений будет сниматься, отменяться, облегчаться на основе договоренностей, но, к сожалению, я залезаю немножко уже не в область экономики, скорее политики, но что поделаешь, скорее всего, эти договоренности будут достигаться на основе результатов специальной военной операции. Которые, в свою очередь, да, мы есть и уверенность, и надежда, мы Россия выстоит, Россия победит, или будет достигнут какой-то компромиссный приемлемый вариант, но сейчас дело неблагодарное вообще предсказывать... Когда это будет и в каком виде это очень сложно. Когда в каком виде и как на это отреагирует западное сообщество, какие-то контуры можно сказать, да, они зависят от газа, от экспорта удобрения, от экспорта продовольствия. Видите, сейчас они уже Украину выгребают почистую, пытаются все зерно из них вытащить. К сожалению, пока это не получается, просто из-за низкой пропускной способности. Надо кораблями вывозить, а порты закрыты. Но стремления сильные, то есть они уже вовсю, даже плевать, что там голод начнется после этого всего, три урожая уже похерено, то есть прошлый, посевная сорвана и осенняя кампания под вопросом вообще, что там надо. вообще, вот, читая сообщения СМИ, уже складывается впечатление, что подобные мысли о том, что договориться надо, но договариваться надо после завершения военной операции, они проскакивают, то есть начиная с Жозепа Борреля, который сказал, что победа должна быть достигнута на поле боя, а кто спорит, да, победа, та или иная победа будет достигнута на поле боя, он, правда, имел в виду свою победу, мы имеем в виду свою, но до победы на поле боя договориться никто не будет, пока не определится ситуация чисто военная. Мы сейчас видим, раскручивается тема с поползновениями Польши на контроль над западной частью Украины, то есть они втихую в общем-то включаются в процесс джнуть исторические земли, да, 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 то есть ввести миротворческий контингент, защита от российской агрессии и все такое, не суть важна. Дальше, Генри Киссинджер, уважаемый патриарх американской политики, который заявил, что на данный момент целью, одной из целей может являться нейтральный статус Украины, да, то есть речь уже идет не о том, чтобы там затащить Украину в НАТО, да, хотя бы нейтральный статус обеспечить, да, то есть хотя бы не дать сохранить хотя бы сохранить ее как неконтролируемую Россией территорию, да, то есть о целостности сейчас вообще никто не говорит, это уже по-моему и французский президент это прямым текстом говорил и еще кто-то из крупных политиков говорил, что завершить войну без потерь территорий это в принципе нереально, то есть постепенно по мере того, как развивается ситуация приходит к пониманию, что как-то нужно договариваться, так как-то нужно договариваться, причем интересы Украины здесь вообще уже никто не обсуждает, ее будут делить, за ее счет будут договариваться, ее будут прежде всего это западные политики, которые воспользовались специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины, которые ее и спровоцировали собственно и теперь ей спокойно пользуются. Мы уже уходим в такие далекие политические дебри но от них все зависит. Вывод такой, что пока мне прояснится ситуация военно-политическая, уже не просто геополитическая, военно-политическая, говорить о каких-то перспективах изменения валютных курсов или валютных режимов преждевременно. Можно говорить о перспективах ближайшего месяца или двух, но не более того. и даже о фондовом рынке говорить, наверное, говорят, он умер. Нет, фондовый рынок не умер, он никуда не денется, даже если он окажется замкнутым в российском пространстве. Как чемпионат в докачке будет. Да, но тем не менее он все равно никуда не денется, привлекать финансовые ресурсы компании не перестанут, в том числе и внутренние российские ресурсы. И инвестировать деньги российские инвесторы тоже не перестанут, поэтому фондовый рынок сохранится, он может быть будет менее активным, менее ликвидным, менее емким, но где-то всего-навсего инструмент. Это механизм, да, то есть точно так же, как мы же не скажем, что вот теперь банков не будет. Банки же будут, будут, и так же и ценные бумаги будут, и страхование будет, и валюта. Немного не то, что было раньше, но в базовых вещах своих, да. На такой обнадеживающий и в то же время уводящий в некую долю неопределенности нотки хочу завершить нашу передачу и поблагодарить нашего замечательного собеседника. С нами был Кох Игорь Анатольевич, профессор, доктор экономических наук, институт экономики и управления Казанского федерального университета. А с вами был журналист КПУ Бигбов Альберт. Большое вам спасибо, Игорь Анатольевич. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ